Доброе-доброе утро! Я открыла окно, потому что очень сегодня тепло и хорошо. Может быть градусов 15. Вообще рождественская неделя изумительная. Солнышко светит. Все, конечно же, побежали вывешивать белье. А кто-то вот выбивает перед Новым Годом, прямо накануне Нового Года, ковры. В общем, такой легкий ветерочек. В общем, очень-очень замечательная погода. Ну, я приготовила кофе свой. И сейчас буду отвечать на ваш вопросик. Один очень интересный вопрос мне задали. Хочу просто, чтобы вы прочувствовали это утро. Веточки как кружева у меня здесь. На голубом фоне разрисовали небо. И вчера, дорогие мои, у нас было служение. Я вам все показывала, рассказывала. И потом мы друг друга поздравляли. Все. И вы знаете, кто оказался... Ну, я уже рассказывала, что мы договорились последние три служения дарить друг другу подарки от ангела. Ну, через кого-то передавать в церкви. Чтобы неизвестному человеку, чтобы поближе познакомиться, стать, влиться в семью. И каждый выбирал себе человека. Ну, естественно, нашей семье тоже кто-то давал, дарил подарки. И мы принимали, принимали, принимали эти подарки. И вдруг, в последний день, прямо в служение, да, в рождественское, нам предложили открыться. И ко мне подошел, как вы думаете, знаете, кто? Вот последний, третий подарок подарил. Это пастор нашей церкви. Вот он выбрал нашу семью. И подарил нашей семье вот такое вот, как скрижалию. Знаете, как Моисею. Было на камне скрижали. И так вот нам пастор подарил вот такое вот красивое произведение искусств. Видите? И здесь Псалом 22. Господь, то мий пастор. Тому в недостатку не буду. На пасовийских зеленых оселить мене, на тихую воду мене запровадить. И так далее. Это на украинской мове, на украинском языке Псалом 22. Я часто его читаю и вам читала, и еще буду читать. Это очень хороший Псалом, который именно провозглашает благодать в вашем доме. Именно провозглашает жизнь в вашем доме. Именно провозглашает защиту в вашем доме. Что, что бы с вами ни случилось, всегда жезл Божий и посох Божий всегда будут помогать. Вот такой вот. И сзади вот такая штучка. Можно повесить куда-нибудь. Ну, естественно, бывает, что на дверь вешают. А у меня есть специальный такой там уголочек дома, посвященный вот таким. Так что мы получили, так сказать, диплом от Бога. Но так интересно. Пастор из всей церкви вот выбрал нашу семью. Церковь-то большая. Народа вы видели много. И оказывается, эта семья пастора нас благословляла. Господу слава. Господу слава. Для меня это великая честь. Просто великая честь для меня. Ну, я сейчас хочу ответить на вопрос. Одна девушка мне написала и говорит, что моя знакомая, она преуспевает во зле. Вы знаете, вы абсолютно точно написали преуспевает во зле. То есть она, говорит, и колдует, и на кофейной гуще гадает. И, в общем, чем только не занимается вот таким вот. Вот эти все оккультные дела. И мало того, говорит, что очень завистлива. Это после нашего разговора про зависть. Вы оставьте её, вы её не осуждайте. Потому что про неё в Библии, я вам скажу, уже всё сказано. Вы пишете мне, что вы с ней и разговаривали. И её пытались переубедить. А как вы её переубедите? Посредством Библии, Бога только, посредством своего примера. Вы преуспеваете во всём. Вы процветаете. Вам сейчас лучше. Вы просто чувствуете, что когда вы стали растворяться в Боге, когда вы вот так вот подробно стали, купили Библию себе, стали в Святом Писании. Раньше вы с ней гадали, видите, а теперь вы от этого греха, как вы пишете, ушли и покаялись. Теперь приготовьтесь, вы уйдёте ещё от многих подруг. Со мной было именно так. Люди, которые не верующие, люди, которые не могут принять Слово Божье, не хотят жить по Слову Божьему, не хотят принимать добро, чистоту, радость, благодать. Вот приготовьтесь, они уходят. Поэтому очень многие покинут. Останутся те, которые в Боге. Либо у вас появятся новые, абсолютно новые люди у вас появятся, которые, в принципе, Божьи люди. Обычно где эти люди находятся? В семье. В Божьей семье. А Божья семья только в Храме Божьем. Либо люди, которые тянутся к Богу, общаются, и вы вот с ними общаетесь. В общем, хочу сказать вам, Господь Бог вам подарит новые подарки, новых друзей, новое общение. В любом случае мы здесь временные люди. Мне нравится, как мой зять говорит, все люди лишь попутчики. Мы действительно лишь попутчики. Мы попутчики. И попутчики в нашей жизни попадаются разные. Одни потом выходят. Просто остановки разные. В этом плане так. И вы говорите, что раньше вот и я с ней обсуждала, как увидим девушка красиво одета, но мы искали не красоты, а мы искали, ну вот что в ней не так, что в ней не то. Мне это знакомо. Вы думаете, что я не была подростком 15-16 летней. Вы думаете, что мне не хотелось красиво одеваться. И были у всех такие. Но самое важное вовремя от этого уйти, ведь на то мы и подростки – это одно понимание мира, реальности, окружения. Дальше мозг формируется. Дальше мы становимся adult, взрослые. И вот когда мы становимся взрослые, уже и мозг взрослеет. Дальше мы становимся уже мудрые. Дальше уже мудрость. И вот когда люди остаются в этом взле, то зло преобладает. Поэтому вы прочитали 2 Тимофею, глава 3 стих 13, и написали мне, что это значит. Злые же люди и обманщики будут преуспевать, во зле вводя в заблуждение, и заблуждаюсь. Вы спросили, почему преуспевать? Я вам отвечу. Вообще Библия на греческом написана, и там греческое слово «гоиз». Гоиз, вот говорит она «изгоев», «изгои». «Изгои», «гоиз» – это «гоиз» на греческом, это обманщики. Называли тех, кто произносил заклинания, занимался волшебством, магией. И вот это гадание на гуще кофейное, это всё туда же, всё туда же. Всё, что говорится об оккультной активности, злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле. Другими словами, по мере того, как приближается Божье Царство, то есть приближается момент пришествия Иисуса Христа, люди, занимающиеся оккультизмом, проклятиями, завистью, обсуждением, они станут более искусными в своей деятельности, чем когда-либо раньше. Те, кто занимается магией, волшебством, произносят заклинания, они будут преуспевать в этом. Не обращайте на них внимания, не приближайтесь к ним. Их намерения состоят в том, чтобы обманывать, вводя в заблуждение и заблуждаясь. В них без обмана, без заблуждения, вот этот бес, он в них растёт, потому что они его питают. Они его питают. Вот как вы глоток кофе, так они делают глоток желчи. Вот так вот я бы это объяснила. И чем больше они завидуют, и чем больше они занимаются гаданием, и чем больше они другие занимаются обсуждением других людей, чем больше завидуют, тем больше в них это будет преуспеваться. Вот если мы делаем больше добра, любви, благодати, мы делимся, мы больше жертвуем, мы больше, в общем, вот это всё в нас добро возрастает, и оно будет преумножаться и в нас, и в наших семьях, в конце концов, у нас добро просто изливается на нас, и благодать, то у них наоборот, они, вводя в заблуждение, заблуждаются. Но в конце концов, они сами запутываются в своём обмане, и вот этот обман, он и ложь, и зависть, и всё это их и окутывает. И в итоге мы видим вот этих уже пожилых людей, совсем пожилых, сидящих в полном, скажем так, опустошении на этих лавочках, смотрят на этих молодых завистью и обсуждают каждого человека. Вот я бы сказала так. Защита. Давайте поговорим лучше о защите для верующих. Что бы я вам посоветовала? Ну, конечно, вот как мне поставят Псалом 22. А во-вторых, давайте откройте Библию, поскольку вы её уже приобрели, и в той части, где Новый Завет, Евангелие от Иоанна, я вам посоветую третий стих и дальше всё-всё-всё читать, даже четвёртый. Третий вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. А четвёртый стих говорит «Прибудьте во мне, и я вас». Как ветви не может приносить плода сама с собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Вы видите как? Если мы не будем в Боге, с Богом, ведь, вы знаете, Господь – Бог лоза, а мы лишь ветви, мы его ветви. Ветви бывают разные. Ветви бывают католические, баптистские, ветви бывают православные, бывают ветви разные. Но та ветви, и от них идут и маленькие веточки всякие, и загнивает та ветви, которая не туда растёт и заболевает. Она отпадает. И вот он дальше говорит в пятой стихе «Я есть лоза, а вы ветви». То есть он самая главная лоза, от которой все ветви идут. А мы ветви, мы та лоза, а он та лоза, от которой мы питаемся. Вы понимаете, что он в нас, а мы в нём пребываем. Почему я говорю? Меня спрашивают, вы кто? Да кто ты такая? Вот когда он говорит, да я дочь царя царей, я дочь, я знаю, кто я такая. Я не люблю этот вопрос. Кто вы такая? Да кто ты такая? Кто вы такие? И вы не забывайте, что вы дети царя царей, самого-самого-самого, что ни на есть. Вы бриллианты, вы самые главные. Главнее вас быть не может. Вас сюда послали, потому что вы ветви этой лозы. Вот так это написано. Кто не прибудет дальше, шестой стих, во мне, извергнется вон, как ветви, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Вы понимаете, о каком огне, духовном, аде, идёт речь. И дальше мне нравится, седьмой стих. «Если прибудете во мне, и слова мои вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Ещё раз повторяю. «Если прибудете во мне», так говорит Господь, «и слова мои вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Вот это от Иоанна, глава 14 стих. Читайте 3, 4, 5, 6, 7, провозглашайте в своем доме это. И это будет только так и никак иначе. Вот это наша защита, понимаете, защита верующего. Поэтому написано «Прибудьте во мне, да? И я в вас». Почему Бог хочет жить внутри нас? И как Он может сделать это? Ведь многие Его просто, понимаете, из себя изгоняют. Мы рождены и в нас уже обитает Святой Дух. Нам только что нужно питать Его. Иначе, если Он покинет нас, а есть люди, знаете, которых покинул, это люди, которые сами отворачиваются от Бога, сами, и своими поступками, и впрямую провозглашая это. Вот так Он может и покинуть, в принципе. Ну а почему Он хочет жить внутри нас? И как Он может сделать это? Ведь Он свят, а люди сосуды, сделанные из плоти и крови, со множеством слабостей наших, недостатков. Мы вообще несовершенны, просто несовершенны. Но мы стараемся делать себя совершенными. Ответ прост. Он любит нас и хочет обитать внутри нас. Он всемогущий Бог. Он способен сделать всё, что пожелаете. И Он желает устроить себе жилище в наших сердцах. Это Божье желание такое продиктовано не какими-то добрыми делами, которые мы там совершили или способны совершить. Оно основано исключительно на Божьей милости, силе и благодати. Мы становимся домом для Бога благодаря нашей вере в Иисуса Христа. В сегодняшнем стихе подчеркивается, что мы должны верить в Христа, посланного Богом. Мы должны верить, ещё раз говорю, в Иисуса Христа, посланного Богом, для того, чтобы мы могли иметь с Ним близкие отношения. Вера во Христа позволяет нам слышать вот этот голос Бога, понимаете? Потому что Он же грехи наши понёс. И наши болезни, всё понёс на кресте. И принимать Его Слово сердцем и переживать Его присутствие. Понимаете? Мы вот должны верить, что, как вам сказать, что Иисус является Божьим даром человечеству. Вот я бы так сказала. Иисус – это Божий дар человечеству. Вот кто ко мне прилетел сюда прям. Просто. Вот самое, что ни на есть в эту фразу, когда я говорила, и голубь прилетел слушать. Вот Иисус – это как раз Божий дар человечеству. Вот там такой подарок дадят. А также признавать, что жертвенная смерть Иисуса во искупление наших грехов, вот она является достаточным основанием для того, чтобы мы имели право входить в присутствие Бога. Вот так. Для меня это достаточное основание для того, чтобы я могла, я имела право входить в присутствие Бога. Поэтому я во Христе. Очень часто спрашивают, почему именно Христос? Потому что именно Он мне даёт такое право входить в присутствие Бога. Вот так. Посредством Христа я буду входить в присутствие Бога. А мы становимся домом для Бога, когда принимаем Иисуса как своего Спасителя и Господа. Именно с этого момента использую силу Святого Духа. Вот именно с этого момента вы можете, когда вы приняли Христа Спасителем своим, вот именно с этого момента используем силу Святого Духа. и Он начинает чудесным образом менять нас. Вот знаете, что ещё я скажу на сегодня вам? Что старайтесь, чтобы Бог чувствовал себя, как дома, в вашем сердце, внутри вас. И всё у вас будет отлично. Будьте благословенны вы и ваши близкие. А я вас всех люблю. И вот ещё раз открою окно. Я закрыла, чтобы звуки лишние не шли. У нас тепло. Хорошо. И все на улице гуляют. Наслаждаются. Кошек гоняют. Радуются жизни. А кошка от них убегала. А они для кошек. Ой. А второй мальчишка. Вон куда залез. Так, градусов 15 у нас сегодня. Будьте благословенны вы и ваши близкие. Дай Бог вам здоровья, радости и хороших праздников. Пока-пока. Будьте благословена.